Хочу обратить ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов Hobby D.N.UA. Ассортимент магазинов рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. А указав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получит скидку 7%. Hobby D.N.UA. Это твои увлечения. Всем друзьям большой привет. Сегодняшний выпуск будет целиком посвящен сборке ноктоуза. Ничего другого здесь не будет, поэтому, кому интересно, милости прошу на просмотр. А кого эта тема не интересует, дождитесь следующего ролика, там будут паруса, будут интереснее. Так, ну что же, давайте попробуем собрать этот ноктоуз. Посмотрим, что это за птица и с чем ее едят. Значит, согласно нашей инструкции, на выходе у нас должна получиться модель этого ноктоуза. Длиной 21 мм, глубиной 6 мм и высота без трубы 16 мм. То же, давайте посмотрим, что там и как. Для начала, если я правильно все понял, мне необходимо удалить вот эту часть. Она здесь не нужна с цифрами. Это как-то технологическая какая-то хренотень, она не нужна. И затем выдавить вот эти детали. А из них, соответственно, выдавить уже вот эти вот детали формы двутавр. Вот они нам как раз и нужны будут. То дерево, в котором оно находится, я так подозреваю, это лишнее. Что же, сейчас попробуем это все провернуть. Ребята, значит, в принципе, вот это отломалось без никаких проблем. Вот эти штуки вытянулись тоже. Пальцем надавил, оно вырезано, никаких проблем не создало. А вот эта вот маленькая штучка, она как бы тоже вырезала. Но весь прикол в том, что неудобно. Просто не мелкие, в руки брать неудобно. Поэтому я зажимал плоскоупцы и выдавливал с помощью пинцетика. Вот таким вот образом. То есть, как-то так. Так, ну а теперь займемся имитацией самих компасов, если я правильно понимаю. Значит, нам к вот этим вот деталькам нужно прикрепить вот эти, а сверху у них вот эти. И, по идее, наши два компаса будут готовы. Так, ну вот, готовы наши компаса или компасы, как правильно. У гражданских вроде как бы компас, да? А у хряков компас, если я не ошибаюсь. Так, продолжаем. Теперь надо эту всю, эту красоту вставить в эти вот отверстия. Так, вот, что у меня получилось. Продолжаем. Теперь, согласно невнятной инструкции, нужно это все закрыть стекляшечками. Вот такие вот стекляшечки у нас есть. Сейчас этим мы и займемся. Друзья, оказывается, что стеклышки, они защищены тонкой пленкой. Которую я, кстати, сразу и не видел. И сейчас только вот с трудом заметил. В одном из комментариев кто-то сделал предположение, что стекла защищены пленкой. Я сказал, что вряд ли, и был неправ. Оказывается, действительно, они здесь, эти стеклышки, защищены. Такой небольшой пленочкой, которую практически и не видно. И хочу сказать, что одно стеклышко я уже вставил. Пришлось его немножко подпилить. Так просто оно не становилось. То есть, немножко не по размеру. Либо же у меня эта деталька до конца вниз не села. Не знаю. Ну, короче, справиться я справился. Но немножко поработал. Вымотали мне немного вот эти стекла. Ну, во-первых, они немного больше по размерам. Как я говорил, приходилось подпиливать. Даже здесь, видите, когда вставлял, даже треснуло немного. Ну, оно не страшно. Здесь все будет закрываться декоративными планочками. И ничего видно этого не будет. А с этой стороны... С этой стороны даже одно стеклышко потерялось. Улетело куда-то в неведомые края. Как обычно, там, где у меня собираются все потерянные детали. Где-то в той вселенной. И потом пришлось вырезать из прозрачного пластика такую небольшую замену. И теперь вместо него стоит замена. Вот такие вот дела. Ну, а теперь, по сути, осталось только пообшивать. То есть, красоту какую-то навести. И, по сути, будет все готово. Собрал основной шкаф. Не обошлось без косяков. Как обычно, стекло и суперклей дают в итоге такую вот ерунду. Сто раз себе говорил, не надо использовать суперклей там, где есть стекло. И каждый раз обживаюсь. И вот опять эти запорол. С одной стороны остекление компаса. Ну, да ничего. Думаю, может быть, чем-нибудь замаскирую. Или тряпку какую-то повешу. Или же, вообще, он будет так как-то стоять, что особо видно не будет. Там особо не просматриваемое место. Поэтому, может быть, будет. Итак, посмотрим. Вот. Что у нас осталось? Осталось сделать здесь крышу сверху. Вот эту прилепить. Трубу. И крепление под растяжки. Так, ну и вот, нактоус собран. Конечно, не совсем так, как не хотелось. Я имею ввиду стекло. В первую очередь. Запорол я со стеклышками. Ну, так, в принципе. Не знаю, примерил так на корабльке. Его особо и не видно. Ну, и заметьте, что в таком-то виде я его оставить не могу. Так как корабль черная жемчужина. У него черный основной цвет. И это будет, если оставить так, будет выделяться бельмом. Как бы сказать, в глазу. Поэтому я еще замаскирую стеклышки масками. И покрашу его в черный цвет. Может быть, где-то потом немножко высветлю. Но посмотрим. И что еще хочу показать. Здесь вот крепление, да, вот я сделал. Как видите. По бокам. Такие будут растяжки. Хотел сначала сделать, ну, обычно этот из такой вот нити, которой пользуюсь для такелажа. Но оказалось, что эти отверстия настолько маленькие, что оно тут просто не влазит. Она очень большая. Поэтому пришлось взять мононить. Мононить вошла. Осталось мне прокопать суперклеем. Но я так, опять-таки, думаю, что я прокапываю после того, как покрашу это все в черный цвет. Так, ну вот, нактоус и готов, покрашен. Как видите, с одной стороны он запорот, с другой вроде бы ничего. Но я думаю, что из-за его малых размеров и огромного размера корабля, это особо не будет заметно. Сейчас я поставлю его на корабль. И мы как раз посмотрим, насколько хорошо это будет видно. Плюс, вернее, минус покраски в том, что он стал не такой красивый, как был. Не покрашенный. Все-таки дерево есть дерево. Но в нашем случае другого выхода не было. Ну, сейчас я его установлю и покажу. Друзья, приклеил я нактоус. Он там за штурвалами. Его плохо видно. Но речь сейчас не о нем. Речь сейчас о укреплении, которое к нему как бы вот идет, да? Вот эти вот растяжечки. И, как видите, я немножко не рассчитал. Они слишком большие. Если их сейчас буквально вот здесь клеить, ну, на место так вот, да, как они должны быть в растянутом виде. Но они, блин, перегораживают вход в лестницу. Ну, очень длинная, короче. Я не рассчитал я. Все делал на глаз, не примеряя. И лопухнулся. Поэтому, что-то мне так кажется, что если их все-таки приклеить, то будет, ну, наверное, не то пальто. Наверное, будет хуже. Поэтому я принял такое волевое решение. Я эти нитки обрежу. И будет нактоус без растяжек. Ну, вот и все. Занял нактоус свое законное место. Теперь он здесь будет жить. Вроде с ним как бы повеселее стал корабль. Тоже непонятно, почему звезда не дает его. В принципе, ничего сложного в этом нету. Можно было дать и в пластике это все дело. И намного было бы все красивее и веселее. Вот. Курс такой. В общем, мы... Идем в ту сторону. Ну, с помощью других добрых людей мы все это исправили. Получилось. И, наверное, на этом давайте все. Эту мы историю с нактоусом закончим. И в следующий раз начнем продолжать нашу эпопею парусную. Ладно, на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Какое тошнотворное зрелище. ПЕСНЯ